Здравствуйте, в этом видео вы узнаете, как пережить развод. Подписывайтесь на канал и слушайте внимательно. Первое, что нужно сделать в этой ситуации — принять сам факт развода. Не нужно мучить себя различными «а вот если бы», «а надо было», «а ведь могло». Штамп в паспорте поставлен, факт свершился, и это нужно осознать. Принять развод как данность — это не просто ежедневные мысли формата «да, я развелась», «я с этим живу» — это действие. Универсальных рекомендаций быть не может, ведь все мы разные, но существует ряд достаточно универсальных советов, которые наверняка смогут помочь каждой женщине и мужчине. Совет о том, чего не нужно делать. Не стоит обсуждать с окружающими бывшего супруга и ситуацию в целом. Поплакать в жилетку маме, сестре, близкой подруге — хорошо, но на один раз. А вот будет ли польза, если говорить о разводе ежедневно? Боль не утихнет, если постоянно затрагивать тяжелую для вас тему. Вполне очевидно, что ваше окружение, желая помочь, будет утешать посредством уговоров. «Да он же негодяй, а ты хорошая». Станет ли от этого легче? Поверьте, нет. Находясь в травматической ситуации, человек не владеет собой и часто совершает необдуманные поступки. Какие типичные ошибки совершают женщины после развода с мужем и от чего нужно себя удержать? Не пытайтесь вернуть ушедшего мужа. Даже если это случится, медовый месяц рано или поздно закончится и действительно окажется такой же неприглядный, как и прежний. Помните, набившее оскоминное выражение «склеить разбитую вазу». Сюда же относятся все попытки удержать мужа в семье, привязывая его детьми или манипулируя болезнью. В первом случае вы играете с формировавшейся детской психикой, во второй – с собственным здоровьем, поскольку мнимая болезнь имеет свойство становиться реальными. Не обсуждайте развод со всеми подряд. Некоторые люди будут постоянно пытаться завести с вами разговор о том, что происходит, о вашем партнере, о других разведенных парах. Кто-то будет делать это без злого умысла, искренне считая, что вам это нужно, чтобы выговориться и выплакаться. Смиритесь с ситуацией. Сразу простить человека очень сложно. Да и не факт, что когда-нибудь получится. Особенно после того, как пришлось пережить измену мужа. Но махать кулаками после драки неразумно. А ведь вы человек цивилизированный и умный, правда? Потому умерьте свой гнев, охладите свой пыл. Отпуск уже закончился, помните, и прекратите перемалывать с подругами подробности развода. Теперь вы вполне готовы перейти из этих отношений в другую плоскость. Сохраняйте достоинства. Не думайте, что после ссор, разборок и скандалов вам нечего терять и можно вдогонку бросать проклятие или унижаться. Всегда есть что терять, особенно если речь идет о достоинстве. Как бы сыра не было на дне этой страшной ямы, как сильно не пахло кладбищем и как отвратительно не были бы мысли о продолжении жизни, не вздумайте копать землю. Есть червей. Выбирайтесь как можно скорее наверх. Если есть дети, конечно, они тоже в этом принимают участие. И это, на мой взгляд, самое печальное в данной ситуации. Ради детей не живут. Знаете почему? Детям лучше не видеть, как мама с папой живут, как собака с котом и не могут нормально существовать в одном пространстве. Для детей такая картинка гораздо хуже, чем пережить единожды развод родителей. Конечно, детям важно говорить, что это все происходит не из-за них. Что и мама, и папа вас очень любят, но так будет лучше. Лучше, если и мама, и папа встретят того, с кем по-настоящему смогут быть счастливы. Дети вырастут и уйдут создавать свои жизни, а вам потом что делать, если вы вместе жили ради них. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал и поделитесь ссылочкой на это видео с вашими друзьями и знакомыми. Пока-пока.